Здравствуйте, 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 дорогие друзья! С вами Корот, вы на канале Корот Games Time. На днях произошло событие, которое я прослоупочил и спохватился вот только сегодня, 6 октября. Ну, я не знаю, когда вы смотрите этот ролик. Соответственно, вышел геймплейный трейлер Warhammer 40 000 Chaos Gate Diamond Hunters, продолжение оригинальной игры Warhammer 40 000 Chaos Gate 98 года. Ну что ж, давайте смотрим, я вам расскажу свое мнение по этому поводу, проведу, так сказать, минуту диванной аналитики. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, берите попкорн, берите напитки, мы начинаем! Вот здесь как бы сразу видно, что с места в карьер повествование берет начало. Сразу видим зараженный имперский мир, подозреваю, что Нурглейтами Гвардии Смерти. Графика, кстати, очень напоминает XCOM 2 War of the Chosen. Вот здесь, кстати, очень хорошо видно. Да, Гвардия Смерти, пожалуйста, Нурглейт. То есть, ну, либо какая-то варбанда космодесайнников Хаоса, поклоняющаяся Нурглу. То есть, это либо Гвардия Смерти, либо Повелители Разложения, либо Очищение. Ну, у них цветовая гамма другая, так что процентов 90, что это Гвардия Смерти. То есть, либо какая-то группировка от них отколовшаяся. Кстати, Нурглингов, вон, видим, мелких визжащих. Да, ну, возможно, это, кстати, культисты, даже не Нурглинги. Зачумленных, как их перевели в одну книгу, вообще они более правильно чумоносцы, но зачумленные я тоже периодически наталкиваюсь на перевод. И Хеллбрут, пожалуйста. Заражённый Хаосом Дредноут. Нурглячий. То есть, по крайней мере, вот уже по этим кадрам понятно, что лёгкой прогулки не будет. Игра будет, ну, соответственно, гибкой, сложной. Соответственно, здесь мы видим, что день 42, ресурсы. Путешествие будет по целому сектору проходить. Соответственно, то есть, будет ряд миссий, которые будут выскакивать одновременно. За них будет даваться какая-то награда, скорее всего. Ну, по-любому. Вот, очень важный момент. Можно увидеть, что наш корабль, на котором мы будем проводить путешествие, будет улучшаться. То есть, здесь очень хорошо видно различные направления. То есть, вот, можем видеть варп-двигатели, плазменный реактор. Соответственно, видим здесь цену и время, сколько будет длиться апгрейд. То есть, будет какое-то дополнительное получение фишек с этого. Видим исследование. То есть, можно будет открывать новые технологии. Несколько направлений видим. То есть, это либо очки, либо направления. Ладно. Смотрим дальше. Вот, очень важный момент. Будет кастомизация и прокачка наших с вами персонажей. То есть, наших серых рыцарей. Соответственно, вот, пожалуйста, видим. То есть, экипировка основного оружия дальнего боя, основного оружия ближнего боя, метательное оружие. То есть, можно проводить какую-то индивидуализацию ваших бойцов. Характеристики, прокачку видим. И вот, самое интересное сейчас будет. Не будем забывать, что все серые рыцари являются псайкерами. Соответственно, вот здесь будут какие-то дополнительные фишки у ваших персонажей в плане псайкерства, в плане колдовства. Вот здесь это видно прям. Мы видели пирокинес. И будет взаимодействие с окружением. Ну что ж, я могу сказать. Во-первых, видно, как я уже говорил, что будет взаимодействие с окружением, будут разрушаемые уровни. Это, конечно, жирный плюс, что меня смущает. То есть, меня смущает очень много похожести с XCOM. Соответственно, оригинальная Врата Хаоса 98-го года, где мы играли за ультрамаринов, тоже была очень сильно похожа на оригинальный XCOM и на Мянау. Но все-таки хотелось бы увидеть что-то свое. Такое ощущение, что я сейчас посмотрел XCOM в сеттинге Вархаммера. На самом деле. Но, возможно, я просто придираюсь. На самом деле, честно, игра выглядит интересно, как минимум. Графика, может быть, и не самого последнего поколения. Но мы не за это любим, такие игры. По шагу и стратегии мы любим совсем за другое. И вот здесь как раз мы видим возможность прокачки, возможность нелинейного прохождения. Словом, все то, что нам нужно. Поживем и видим. Игра должна будет выйти в 2022 году. Если ее, конечно, не передвинут релиз. Я надеюсь, что все-таки релиз состоится. Очень буду ждать все равно, несмотря на все свои придирки. Ну и, соответственно, уже когда она выйдет, я вам более подробно расскажу. Мы с вами посмотрим у меня на стримах. Приходите обязательно. А чтобы не пропустить уведомления, подпишитесь на канал и прожмите в колокольчик. Ну что ж, давайте заканчивать. Всем, кому понравилось это видео, не забудьте прожать обязательно палец вверх. Ставьте лукасы. Мне будет очень приятно. И всем пока-пока. До новых встреч.